Здравствуйте, меня зовут Владимир, сегодня на руке истории. Мы будем проходить историю США, конкретно ее период экономического развития, когда США вступает на мировую сцену империализма и постепенно интегрируется в мировую политику. Давайте начнем. Итак, если говорить про то время, которое прошло с эпохи Колумба, то, конечно, Америка в значительной степени изменилась. И вот мы видим с вами, что в 60-х, 90-х годах Америка очень сильно изумит весь мир. В известной степени это будет связано с тем, что плановые показатели значительно вырастут, также США будет в значительной степени инвестировать в военные расходы. Во многом это связано с тем, что американцам достался чрезвычайно удобный континент, где были все необходимые запасы угля, нефти, различных руд, цветных металлов, черных металлов и так далее. Все это позволяло в значительной степени увеличивать их промышленный оборот. Это вот знаменитая современная картинка, которая иллюстрируется отношение ВВП различных стран с ВВП различных штатов США. Вот, например, можно посмотреть, что Калифорния, калифорнийский ВВП это примерно ВВП Италии, или Техасский ВВП, это ВВП Испании, ну и так далее. То есть, действительно, известно, что, например, ВВП штата Нью-Йорк примерно коррелирует с ВВП Российской Федерации. Поэтому нужно, конечно, как-то объяснить этот потрясающий взлет, как американцы достигли этого удивительного процветания. Значит, многие вещи кранятся в трудолюбии, в тех ценностях, которые привезли с собой те пилигримы, да, которые впервые приехали на территорию Америки, на корабле Майфлауэр, англосаксонские протестанты, пуритане и некоторые другие представители Старого Света. Это с одной стороны, то есть, да, пуританская мораль, вот концепция, согласно которому бережливость, практичность и скромность являются важными добродетелями. С другой стороны, мы видим, что, конечно, важную роль сыграло образование. Естественно, что когда ты вступаешь в эру индустриализации, у тебя происходит промышленный переворот, и ты должен уметь обращаться с современными станками, ты должен быть образованным человеком. И вот посмотрите, да, доля необразованных людей всего 6% к концу 19 века. Ну, для сравнения, во всей Европе, и тем более в России в этот период, данные показатели были совершенно другими, да, в пользу Америки, скажем так. Разумеется, среди черного населения это образование было гораздо менее развито, но и труд доставался им низкоквалифицированный. Вот. Также довольно важный момент, то, что в США не было вот этих обидных ограничений сословного характера. Общество, в принципе, сразу было свободным. Единственным несвободным элементом, вот, до поправок Ринкельна оставалось рабство, вот, ну и, конечно, определенные элементы рабства в виде сегрегационных уставов Южных Штатов сохранились до середины 20 века. Но если в целом говорить о социальных лифтов, о конкуренции, о возможности как-то изменять свой социальный статус, то, в принципе, с этим все было хорошо. И вот эти вот традиционные, феодально-крепостнические, сословные, за град барьерой, которые мешали людям развиваться, на территории США отсутствовали. Вот мы здесь видим какую-то традиционную школу, в данном случае школу для девочек, там тоже было раздельное обучение, где вот учительница английского языка что-то объясняет. Сельское хозяйство. Разумеется, огромная часть американцев – это фермеры, да, традиционное сельское хозяйство. Причем важно, что здесь тоже происходит промышленный переворот, и постепенно увеличивается спрос на промышленные товары из города. Значит, соответственно, фермеры, сельские труженики могут позволить себе новые современные сейлки, веялки, молотилки, комбайны, то есть всю ту технологию, которая увеличивает производительность труда. В 90-е годы постепенно усиливается конкуренция на мировом рынке, и наряду с США активными поставщиками зерновых является, конечно, Россия, которая выходит на первые позиции по ржу, извиняюсь, по ржи и пшенице, и, конечно, Австралия. Это приводит к тому, что многие фермеры теряют свои прибыли и вынуждены становиться арендаторами у более крупных хозяев. Вот здесь как раз мы видим на картинке изображены какие-то современные суперустановки. Вот видите, даже паровоз ее тянет вперед, она идет за ним, обмолачивает зерно. В конце 19 века, конечно, мало какая страна могла похвастаться такими современными чудесами сельскохозяйственной техники. Естественно, экономика начала 20 века – это экономика монополий. Так было везде, и в России, и в Германии, и во Франции, и в Англии. Но в США это превратилось в целое господство трестов. Одним за другим возникали огромные промышленные корпорации, которые объединяли в себе сразу несколько крупных фирм. Это называется монополия, традиционно делится на картели, синдикаты, тресты, концерны. Зачастую это также было объединение промышленной и финансовой группы, то есть одновременно какой-то крупный банк и координирующиеся вокруг него промышленные предприятия. Посмотрите, к 1979 году знаменитая компания Rockefeller Standard Oil Company уже поставляла на американский рынок 90-95% всей обрабатываемой нефти. Разумеется, это в значительной степени влияло на ценовую политику. Плюс к этому, конечно, они удачно договаривались с различными логистическими компаниями, с железными дорогами для того, чтобы удешевить себе перевоз нефти с крупными нефтяными хранилищами и таким образом значительно как бы снижали цены. Все это в общем и целом нарушало конкуренцию и в будущем американскому сенату придется что-то с этим делать. Если говорить про финансовые группы, то наиболее известным человеком был Джон Пирпант Морган и знаменитый дом Моргана, который он возглавил, зачастую целый ряд современных банков на Уолл-стрит так или иначе относятся к истокам этой династии. Здесь мы видим карикатуру американского журналиста на Сенат, в котором заседают тресты. На большие такие крупные мужчины, прям скажем жирные, олицетворяющие мировой капитал, в данном случае мировой американский капитал и как бы заправляющие вот всем политическим процессом. То есть у нас здесь как бы иллюстрация сращивания, да, получается, экономических, монополистических интересов, да, и политических интересов. А это как раз наши герои, про которых мы говорили, всем известный Джон Рокфеллер, родоначальник знаменитой династии, который живет и царствует в американском бизнесе, ну, по сей день, во многом, по крайней мере. И Джон Пирпант Морган, родоначальник банковской династии. Это один из многочисленных заводов, да, Stellan Company, который вот дымится и производит нам, значит, черное золото, да, нефтяные заводы. Нужно отметить также, что американские корпорации успешно участвовали в экономическом развитии в целом, да, то есть на мировой рынок поставляли до трех четверти всей промышленной продукции, вот. Но дело в том, что из-за того, что это сильно нарушало конкуренцию, американский Сенат и конкретно такой законодатель, как Шерман, должны были что-то придумать. Вот они издают знаменитый акт Шермана, который впервые в историю вводит антимонопольное законодательство. В соответствии с этим законодательством было подано против компании Рокфеллера довольно большое количество исков, и в итоге эта компания была раздроблена. Также были, как бы, деструктурированы некоторые другие крупные синдикаты, картели, и это привело к тому, что американский бизнес стал чуть более, ну, если нечестным, то, по крайней мере, более конкурентным. То есть, благодаря этому акту, конечно, американское правительство пыталось спасти основы экономики, мелкий бизнес, да, и средний бизнес, что, в общем-то, по большому счету им удалось. Это, собственно, Шерман, автор первого антимонопольного законодательства. Если говорить с точки зрения политической системы США, то, конечно, там постепенно складывается президентская республика, то есть период становления республиканской партии во главе с Абрамом Линкольном и вплоть до Теодора Рузвельта в начале 20 века, в Америке постепенно работает президентская модель, когда президент избирается всецело народом, вот, что, собственно, заложено еще и в Конституции, но при этом у Конгресса существует право отставки президента в виде импичмента, однако президент не может ни распускать Конгресс, ни... Конгресс, в свою очередь, не может высказывать вводом недоверия правительству. То есть получается такая чисто дуалистическая система, когда законодательная и исполнительная власть максимально отделены друг от друга. В стране существовала двухпартийная система, да, вот то, что мы сказали. Демократы – это традиционно люди, поддерживающие южные штаты, которые всегда голосовали за низкие пошлины, то есть за активный ввоз иностранных товаров, в то время как, наоборот, республиканцы, начиная с еще эпохи гражданской войны, всегда поддерживают северные, крупно развивающиеся промышленные штаты, и, наоборот, за жесткую политику протекционизма, то есть против ввоза иностранных товаров. Президентская республика, значит, также, конечно, старается содействовать крупному бизнесу. То есть в итоге получается, что те или иные партии, да, когда приходят к власти, уже примерно бизнес представляет, что его ждет. То есть получается такая спайка правительства и бизнеса. В принципе, это традиционно для американской системы выборов. Вот вы видите какую-то карикатуру, где республиканская партия представлена в виде злона, и, значит, демократическая партия – это осел. Ну, мы знаем, что до сих пор эти смешные карикатуры остались и активно используются. Никто не обижается на то, что его изображают в виде осла. Все знают, что это демократы, что они синие, то, что есть ряд штатов, представленных этими синими ослами. В общем, это не является чем-то обидным. Грустная история, связанная с окончательным решением, ну, в кавычках, да, цитируя Геббельса, окончательным решением индейского вопроса. Конечно, американцы, начиная с 60-х, после Холмстад, Экта, Линкольна, стали двигаться активно на запад, завоевываться больше и больше территории. Многие штаты захватывались, многие приобретались. Вот, шло колоссальное истребление бизонов. Во многом это было связано с тем, что бизоны были что-то вроде кормовой базы индейцев. То есть, уничтожая бизонов, было проще в дальнейшем захватывать вот эти индейские территории. Вот, довольно жестоко обращались американские солдаты и генералы, уничтожали и детей, и женщин, и стариков. Вот, последним крупным сражением в рамках индейско-американских войн было сражение при Вуден-Ни, это такой ручей, на который было совершено нападение, и из пушек просто расстреляли значительное число индейцев. После этого индейцы уже были расселены по резервациям, которые до сих пор составляют определенную часть западных штатов США. Здесь вот перед нами такой показательный образ. Охотники за головами бизонов стоят на гигантской горе, и сделаны из этих, собственно, бизонних голов. Их потом перемалывали, костной мукой удобряли поля. Это последние известные вожди. Вот, например, слева, ну вот здесь вот, да, от меня справа получается, сидящий бык. Это реальные фотографии индейских вождей разных племен, и в основном из Запада, из Северной и Южной Дакоты, которые как бы до конца проявляли сопротивление американским войскам, но в итоге были так или иначе подавлены и ассимилированы. Это последний вот как раз вот вождь, убитый в этом Вудун-Ми. Это вот реальная фотография индейского вождя, да, убитого, значит, американской пулей. И эта карта показывает примерно расположение сегрегации. Здесь, если присмотреться, вся Америка, все штаты разбиты на округа. И вот как раз показано, на каких округах у нас больше или меньше плотность населения индейцев относительно плотности населения данного округа. Ну, то есть мы видим, что, конечно, восточная территория от индейцев избавлена, там их, собственно, традиционно было меньше. Вот, и вот здесь у нас как раз вот на юге, получается, в районе Нью-Мексико, частично Техаса, тут как раз у нас индейцев больше. Ну, и последнее, что хотелось сказать в рамках этносоциальной культуры данного периода, конечно, это история афроамериканцев. После отмены рабства южные штаты сохранили определенные дискриминирующие статусы, уставы против чернокожего населения. То есть продолжалась вот эта эпопея, связанная с сегрегацией. Зачастую единственным возможным способом избавить себя от этого тяжкого времени была эмиграция на север, где чернокожие граждане США могли устроиться на какую-то работу. Разумеется, не очень пока еще, да, прибыльную, перспективную. Трудно было получить какое-то образование, но для многих из них, конечно, образование постепенно становилось лифтом. До окончательной победы над сегрегацией еще довольно долго. Еще мы должны с вами дожить до эпизодов, связанных с Розалиндой Паркс и с знаменитой речью Мартина Лютера Кинга, «I have a dream». Но, безусловно, отток негров с юга на север обещал дальнейшее, да, более перспективное развитие для этой расы. Вот, собственно, да, один из примеров. Значит, мы находимся с вами в каком-то аэропорту, я не знаю в каком, и понятно, да, вот написано «coloured» должны пройти туда. Чернокожие не могут сидеть в одном зале ожидания с белыми. Цветные, да, то, как их традиционно называли. Собственно, вот на этой этносоциальной ноте я и хотел закончить сегодняшний рассказ про экономическую историю США в конце 19 века. Спасибо.